доброе утро на работу еду понедельник думал я что в этот понедельник вас порадую каким-то репортажем из аэропорта должен был приехать человек мы с ним давно уже связывались у меня в календаре он стоял вот аэропорт санузе там где-то в районе 11 часов утра летит из китая понимаете все так но из наших человек из наших но из китая летел и я уже думал сейчас как сниму репортаж а то знаете что-то давно действительно мы не снимали в аэропорту так он мне с вечера написал скайпе что встречать его не надо поскольку встретит его друзья а вот там какие-то еще другие вопросы мы там порешаем я думаю вот дожили дожили до того что кто не летит а у всех тут уже какие-то друзья и знакомые давайте вот из китая человек летит у него уже тут друзья и знакомые и чего-то никак нам не получается попасть в аэропорт все сами приезжают какие-то друзья их встречают они заранее может быть с кем-то списываются в общем не сравнить не сравнить даже с тем как было год-два назад вот но никак не сравнить что-то такое происходит в атмосфере может быть или в социальных сетях какой-то прорыв я даже не знаю но вообще вот так или может быть в силу того что все это происходит по цепочке через вот тоже называется бордов мало и так как тоже есть к кому в общем вот рассказываю просто что такая история до автобус прошел справа этот синенький гибридные действительно я я не замечал что он гибридный до тех пор пока кто-то у нас в видео не ахнула где смотри говорит автобус городской гибридный и вот там я с тех пор начал смотреть думаю надо же действительно вот такие вот гибридные в общем жизнь меняется что я хочу сказать автобус гибридный значит человек со связями а долина тоже динамичная так между нами то вроде то что вчера привычно было сегодня уже его и найти днем с огнем не найдешь да у меня мысль такая что надо какой-то прорыв нам в плане того чтобы наш выпускник знал какой-нибудь ну пусть один язычок программирования может быть их так разделять там группа на группу там здесь python там может php здесь ruby там java но что-то такое надо делать то что сегодня человек который тестирует не может может конечно обойтись первое время но дальше то что все-таки он должен уже видение такое что должен какой-то язычок программирования знать понимаете уже как-то без этого становится ну почти неприлично в кремниевой долине во всяком случае так что такие дела вот я думаю как там с этим прорываться потому что это время это не как бы ну не каждый может особенно если это быстренько надо и за пределами долины немножко проще потому что там у людей есть время учить новичков вводить их искать в строй а в долине другой режим что ли здесь очень много аутсорсинга очень много работы там с индии бразилии там я не знаю украины там еще с кем-то и 24 часа люди заняты все это так стрессово и просто нету сил на то чтобы кого-то учить поэтому но либо надо чтобы уже чё-то знал ну либо бывает такое видно по нему что подхватит найти из такие светятся люди но если вот он например не такой чтобы светился а еще не выучил вот так этому чё делать поэтому меняется жизнь так что мы о переменах ладно тоже мне вот нравится перемена состоящая в том что место есть возле офиса смотреть подъезжаешь и тут написано зарезервировано для нашего билдинга не конкретного офиса вот просто вот чтоб из других билдингов к нам тут народ не не парковался а то они знаете как приедут кому-нибудь там ну на appointment раз и на наш паркинг а я приезжаю к себе в офис и должен за угол заходить ведь какая несправедливость так что начинается новая неделя все у нас вроде ничего в бой